Несколько домов, гостиницы и республиканская трасса в Гагарском районе пострадали из-за сильного ливня 14 июня. Из-за стихии железнодорожные пути и опоры в районе села Гребешок были повреждены. На полотно высыпалось более полутора тысяч кубов каменистого грунта. По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, за последние 30 лет разрушений таких объемов и ущерба, нанесенного Абхазской железной дороги, не было. Если бы поезд пассажирский успел выйти на перегон, на данный, могло бы случиться нехорошее. Мы успели вовремя остановить Цандрипше, и поэтому здесь движения не было. Сель сошла в 8 мест. Самое большое, что представление иметь, это 4-5 метров высотой и ширину 50-60 метров. Вот столько, в одном только месте. В других местах есть 3-4 места, где полностью подмыло, где рец и швалы висели в воздухе. Есть, где откос земполотна был разрушен на глубину до 3-4 метров. Вот сейчас вот такие работы ведутся. Одно из этих мест, где мы сейчас вынуждены засыпать, восстанавливать откос и земполотно. Глава государства Аслан Бжани поручил в кратчайшие сроки восстановить ЖД-сообщение. Работы здесь ведутся круглосуточно. Что касается контактной сети, уже восстановили одну из упавших опор. Заканчивают восстановление второй. Для расчистки железной дороги в Абхазию прибыл специальный поезд из России. Совместно с российскими бригадами специалисты АЖД расчищают полотно, заменяют рельсы и шпалы. У нас в плане к концу сегодняшнего дня ночью все работы предварительно завершить, чтобы открыть сообщение пассажирское и грузовое. А далее мы будем дальше дорабатывать. Но в окна, в отсутствие поездов, работы еще много, конечно. Все эти дни движение составов, следовавших из Российской Федерации, было ограничено. Поезда останавливались на ЖД-станции Цандрипш. Абхазская железная дорога организовывала трансфер пассажиров как из Сухума до Цандрипша, так и прибывавших гостей до столицы. Хотелось бы выразить благодарность Министерству туризма, которое предоставило нам автобусы, МЧС, то есть тоже большую помощь оказали администрация Гагарского района. Всю финансовую сторону взяла на себя организация Абхазская железная дорога, то есть по перевозке пассажиров, по всем текущим работам, все финансировалось от Абхазской железной дороги. За эти три дня на 10 специальных автобусах было перевезено около 2,5 тысяч человек, а уже 17 июня железнодорожное сообщение будет восстановлено, и поезда будут следовать до места назначения.